Теперь можем начинать. Начнем с положения сидя. Сядьте удобно. Долго сидеть не будем. Я знаю, что для кого-то, для многих сидеть на полу это не такая уж и ослабленная поза. Тема «Посидим в тишине», сейчас ничего не делаем, я вводный дам. Тема у нас достаточно объемная. Я взял тему «Йога-терапия позвоночника». Мы кое-что поделаем на эту тему в рамках одного занятия, что можно сделать. Хорошо? Основные проблемы, которые я знаю, занимающиеся терапией тоже с людьми, это шея. Основные отделы позвоночника шейный, поясничный. Реже грудной встречается. Я имею в виду проблемы, боли, какие-то дисфункции, неудобства. Поэтому мы сегодня акцент сделаем и на шейный отдел, и на поясничный, который у нас связан с животом. Для этого нам потребуется полотенце. Вот у меня это гамча индийская. Для того, чтобы можно было вот так зацепиться за гугл. И я покажу еще, чем я пользуюсь. Чем я пользуюсь для того, чтобы расслаблять, массировать для самомассажа спины. Это вот такой простой саморолик в спортмастере. И разные мячики. Теннисный, такой с погорышками. Для чего, как это используется, я одно движение покажу. Очень мне нравится. Достаточно часто, фактически он у меня лежит всегда в доступе. И я частенько, каждый день, если начать вот в такой позе прокатывать, вот у тебя поясничку, крестец и даже шею. Вот шейный и грудной переход. И вот такими движениями приятно становится. Если где-то боль, ну, надо смотреть. Точечное воздействие. Это мы когда, вот такими мячиками можем точечно воздействовать, например, на область поясничную. Вот плеч. И здесь уже нужна такая расслабление и статика. Ну, этим мячиком жестким также можно это делать. Ну, вот я на жестком мячике покажу еще, как с ягодичной, с грушевидной мышцей поступать. Вот на мячик уложил вот в ямочку сюда, в самую мякоть и ощутил. И ощутил. Вот. Там всегда, почти всегда там есть, что ощущать. Это такие, ну, болевые ощущения, которые проходят. Вот сейчас я надавил в одно место, и оно так хоп-хоп-хоп отпускает. И с этим можно экспериментировать. И можно даже, наверное, массокласт вывести по всяким таким приспособлениям. Так. Ну все. Все собрались, наверное, да? Давайте начнем с положения стоя. Полотенечко пока убираем. И нам потребуются общие такие упражнения. Давайте круговое движение тазом. Сейчас это у нас будет три части. Три части небольших. Это стоя, с осевой нагрузкой. Положение манджириасана. Кошки. Без осевой нагрузки. В другую сторону. Покрутили. И лежа. Сделаем комплекс. Уже совсем без осевой нагрузки. В расслабленном положении для постуальных мышц. Сделаем специальный комплекс. В основном сегодня я говорю на высвобождение, на разминание, на разогрев. Вот как вот это упражнение. Да? На разогрев. Давайте сфиксируем таз. Руками. И друговые движения делаем. Но также сделаем небольшой комплекс для упрепления. Когда мы делаем статические, такие долгие фиксации. с дыханием. Шея здесь тоже. Голову отпускаем. В другую сторону. Вдох. 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 И все равно мы ходим вертикально. И все равно будут моменты каких-то психоэмоциональных причин на то, что где-то что-то поджало. И во время еды, во время долгих статичных положений в самолетах, в автомобилях, в офисах и так далее, все равно будет что-то, что перегружать будут ненужные мышцы. Перегружать, например, перетягивать поясницу в таких положениях. Шею. Ну и прочее. Сейчас я на это тратить время не буду. Образ жизни – это отдельная история. Давайте. Так, полотенце пока не берем. Шею. Шею. Вот это мое любимое упражнение. Восьмерка. Два движения там объединяются. Вот это движение. Раз. Два. Поделайте. Раз. Фактически тоже я каждый день начинаю с этого упражнения и чувствую, что вот какое-то помутнение в голове. Ну, где-то поджалась, напряглась, шея. Кровоснабжение. Давайте, повороты. Кровоснабжение нарушается. Кровоснабжение нарушается головой. И вдохи-выдохи помогают. Но если где-то есть зажатости, ну, глубокие вдохи-выдохи, если где-то есть зажатости, то помогают. Такие повороты теперь. Повороты. Смотрим сзади что-то. Давайте еще расширенную версию. Правый ухо вверх и локоть вверх. Вдох. Выдох. Вот такую. Во всем позвоночнику запустим. Вдох. 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 И шею. И всю линию боковую вытягиваем. Вдох. 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 По этому же принципу поворачиваем голову влево. И потом разворачиваемся всем телом. Вдох. 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 Взглядом тянем. Вдох. глаза голова грудной отдел поясничный и в другую сторону сначала взгляд и за взглядом тянемся взгляд пошел и хорошая штука сделать несколько таких движений руки полностью расслабляем частая причина боли в спине это напряжение вернее не часто это основная причина напряжение напряжение мышц неправильная работа мышц нарушение паттерна ходьбы и прочих движений всех бытовых нарушение работы диафрагмы если хорошо и еще и еще хорошо нарушение работы диафрагмы если у нас диафрагма дисфункции тогда появляются плотности и тонусы и массаж массаж живота и внутренних органов недостаточный также психо национально нестабильное состояние вызывает тонусы в вактой мускулатуре давайте вот такой массаж очень приятно должна быть под косточки под подвздошные косточки под лобковой косточку в этот купок и под ребра вверх хорошо и способность расслаблять мышцы не только напрягать не только вытягивать но и расслаблять позволит уменьшить улучшить уменьшить более улучшить состояние почувствуйте животик давайте погладим по часовой стрелочке все животом дышим вдох выдох живот животом дышим вдох живот идет вперед выдох живот 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 дышим выдох хорошо шею не закончили вот это удара движения и поворот поворота да давайте правый ухо вверх повернули голове левый ухо вверх повернули голове и как в масле начинаем двигаться головой без резких движений мягкие перекаты перекаты хорошо в другую сторону отвели голову в сторону и вниз вниз отлично вот мы улучшаем смысл улучшить улучшить кровоснабжение хорошо остановились берем полотенечко и будем упреплять и вот удобно под затылок захватили под затылок и держим отводим голову назад руками толкаем вперед выдох каждый раз когда помылись выдох там чистите зубы моете в ванну заходите берете полотенечко вытерлись и немножечко вот такое упражнение будет добавлять добавлять вытягивание вверх макушкой я вверх вытягиваюсь затылком назад теперь мягенько опускаю голову вниз выдох назад отвожу вдох выдох вдох вдох выдох вдох 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 назад вот получается и остановились давайте вправо смотрим толкаем голову назад полотенца вперед хорошо в другую сторону хорошо теперь в сторону вот так потянули височную область толкаем вправо в моем случае все время позвоночник шею и макушку вверх подтягиваем вверх вверх хорошо почувствовали шею и расслабили мягкими движениями круговыми 1 2 3 другую сторону 1 2 3 хорошо вам с полотенцем достаточно чтобы на время хватило на остальные общее движение руки дыхание позвоночником вдох выдох как будто бы позвоночник начинает дышать мы расстреляем передние все межпозвонковые пространство заднее расстреляемся дышим животом вдох выдох кончики языка на верхнем небе вдох дыхание уджая шумное дыхание выдох вдох выдох ноги вместе руки через стороны вверх вдох в носочках потянулись вверх вырастаем выдох тянемся вверх вдох попчик вниз макушка вверх дыхание уджая выдох выдох макушка вверх выдох на носочках на пятках теперь руки вперед и вверх мягкий проник выдох 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 руки вперед и в стороны раскрываем ладошками лопатками толкаем грудной отдел копчиком вниз фиксируем в пояснице не проваливаемся выдох выдох нас интересует здесь грудной отдел вдох грудной и жирный выдох вдох выдох хорошо хорошо теперь вдохи делаем такие ныряем головой вперед и волну создаем раз вдох выдох два три четыре по позвоночнику волну запускаем пять шесть видно семь пробуем восемь девять в другую сторону сначала таз потом голову раз два три четыре четыре пять шесть семь восемь девять хорошо терапевтичный наклон делаем попускаем голову вниз почувствовали вес головы опускаем скругляем грудной отдел вот он немножечко скруглился скругляем поясничный отдел вот где-то вот такое положение да все остальное делается за счет проворота таза в тазобедренных суставах смотрим есть ли возможность уложить бедра на живот находим такую возможность сгибаем ножки пальчики или на ногах или внизу и с круглой спиной поднимаем все вверх вдох и опять вставляемся выдох выползаем вниз поднимаем все вверх выдох голова грудная клетка поясница таз повернули хорошо встаем на коленочке выпускаемся ниже баджериасына прогиб самые начинаем с простого движения прогиб антипрогиб но добавляем у Диана Банха нам очень важно вот с этой областью поработать через брюшные замки это очень хорошая практика поясница напрямую зависит состояние поясницы от состояния живота мышц то что там внутри гладкая мускулатура состояние внутренних органов прогиб вдох скруглили спинку и так втянули живот на следующей неделе я запущу цикл утренних встреч посвященных как раз втягиванию живота в прошлом году я проводил такое 100 брюшных удеян называлось 100 удеяна Банх выдох вдох выдох да выдох втянули живот вдох продолжая выеда тянули живот вот посмотрите надо чтобы животе вы вы до до вы хорошо спина прямая спинку прямой и только лопатками начинаем действовать только лопатками лопатки соединили разъединили соединили разъединили вот спина прямая лопатки и уже с дыханием и дыхание произвольное лопатки вверх-вниз вверх-вниз вниз вот лопаточную зону в спинку улучшаем кровоснабжение в районе грудного отдела прямо вниз вверх за счет лопаток и вокруг мышц лопаток понятно вот провалился выдохнув провалился выдохнув хорошо следующее правый бок вытянули вот давайте я вот встану правый бок вытянули посмотрели на пятки вдох выдох левый бок вытянули вдох выдох Правый бок вытянули, вдох, выдох. Левый в бок вытянули, вдох. Выдох. Правый бок вытянули. Видите, спина прямая все время, левый бок, правый бок. Посмотри на пятки. Посмотри на пятки. Хорошо. Теперь круговые движения. Прогиб правым боком вправо, вверх, влево и вот такие. Три, четыре, пять. Штурговые движения. Шесть, семь, восемь, девять. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Теперь нырки вперед. Ладошки давайте пошире поставим, локтями вперед будем выталкивать. Дробные клетки можно касаться. Вперед, прогиби, вдох. С новой спиной. Назад, выдох. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Четыре, вдох. Выдох. Пять. Вытянули здесь спинку и доволим. Шесть. Вытянули спинку. Теперь с круглой спиной в обратную сторону двигаемся. Скруглились и прогнулись. Раз. Меняем направление. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Сели на пяточки. Вытянулись. Легли. Расслабляемся. Дог, выдох. Произвольный. Хорошо. Встаем. Встаем. Ладошки шире коврика. Чуть-чуть. Вот не на уровне плечей, но чуть-чуть дальше. На одну ладошку. И теперь ладошки, ой, локти вперед. И мы касаемся в этой линии между ладоней. Гробной клеткой. Вдох. Вейдер. Такие, как отжимание в ног. Вейдер. Вдох. 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 Давайте после выдоха втягивать живот. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули живот. Замой на поясницу еще. Вдох. Вдох. И еще вдох. Остались тут. Выдох. Прибоняли грудную клетку. Подвигали вправо-лево. Подвигали. Отлично. Вперед-назад подвигали. Отлично. Садимся. Вдох. Наблюдаем за ощущениями. Вот мы вот этим движением, да, то, что вызывает, в том числе, вернее, сутуливание, сутуливание вызывает укорочение мышц грудной, мышц груди, грудных мышц. И мы вот этим движением раскрываем все. И заодно стимулируем, стимулируем сзади все. Вот почувствуйте, как простимулировали, как пошло кровоснабжение. Еще хочется. Ставим на левую кромочку коврика пошире. И на выдохе, ой, на вдохе, опускаем глотную клетку здесь. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Другую сторону. Пошире руки поставили. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Вдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Хорошо. Ладошки потянули вперед. Таз, смотрите, где-то примерно над коленями остался. И пробуем. Вот такое движение. Грудная клетка стремится оказаться на полу. Движем. Ну, для большинства это будет вову вниз. Грудная клетка для большинства будет висеть. И, чтобы почувствовать эту опору, мы можем обязательно, если вы занимаетесь дома, купите пару кирпичей. И вот эта штука в разных позициях, она... Во! Вот так, на кирпичике. Это для тех, у кого... Чтобы не вызывало это лишних напряжений. Понимаете? Вот. Различные вот эти приспособления. Ну, кирпичик для многого пригодится еще. Так, дальше. Укрепляем теперь статика. Что у нас? Правая нога назад. Левая рука вперед. Дышим вдох. Выдох. Чувствуем спинку вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Выдох. Шесть вдох. Выше руку. Выдох. Поменяли. Левая нога, правая рука. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Выдох. И еще выше. Пять вдох. Чувствуйте, как мышцы сократились. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Сейчас на пятке отдыхаем. Растянули спинку после напряжения. Растягиваем. Хорошо. Из кошки собаку головой вниз уходим. Поднимаемся. Поднимаем таз. Вверх. Задние поверхности ног. Давайте. Левые пятки толкнули в пол. Правую колено согнули. Вдох. Выдох. После выдоха втягиваем здесь живот. Правую пятку в пол. Вдох. Выдох. Первый живот. Обе пяточки в пол. Таз вверх. Лопатки в стороны. И не забываем ладошки полностью на полу. Указательный большой палец. Все пальчики на полу. Вышим. Вдох. Выдох. Втягивание живота. Удьяна банха. Три банха. Корневой, горловой и брюшной. Попробуйте так. Если кому-то чего-то непонятно, просто пробуем делать то, что получается. И что понимаете. Вдох. Вдох. Выдох. Тимули живот. Посмотрели вперед. Дох. Посмотрели назад. Выкинулись. Выдох. Тимули живот. На носочках поднялись. Дох. Выше таз. Опускаем таз вправо. Выдох. Вот это обязательно в моей практике упражнение. Вдох. Таз вверх. Таз вверх. Выдох. Вот может даже слышали, похрустили у меня позвонки. Таз вверх. Справа. Таз вверх. Таз вверх. Таз вверх. Таз вверх. Пятки вниз. Тянули живот. Хорошо. Планка. Планки. Вдох. И опускаемся на живот. Выдох. Ладони под плечи. Вытягиваем себя вперед. Вдох. Чуть-чуть ребра приподняли. Выдох. Голова вверх. Вдох. Голова вниз. Выдох. Голова вверх. Вдох. Голова вниз. Выдох. Пальцами, вот подъемами пальцев толкнули пол. Локовой косточкой толкнули пол. И ребрышки поставили. Опору создали. Руки справа с левой. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. 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 Посмотрели с левой стороны. Вдох. Прямо. Выдох. Посмотрели с правой стороны. Вдох. Выдох. Посмотрели с левой. Вдох. Выдох. Посмотрели с правой. выдох, выдох, слева выдох, хорошо, руки вперед, ноги вверх, выдох, опустились вниз, выдох, подняли вдох, опустились вниз, выдох, подняли руки, ноги, вдох, держим статика, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, руки назад, ножки зацепили или изнутри, или снаружи, если подъемы зацепили, носочки на себя, колени вверх, голова вниз, посмотрели вдох, посмотрели вниз, выдох, посмотрели вверх, выдох, вниз, выдох, вниз, выдох, вниз, выдох, 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 выд выдох, еще выше ноги, выдох, выдох, хорошо, отпустили, расслабились, голова в сторону, отжались от пола, пальцы ног в пол, выдох, собака головой вниз, выдох, 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 вдох, выдох, голова в колено, и шагнули вперед, вдох, ребра поставили, вот это, левое, на бедро, при дыхании, вдох, выдох, вдох, ребра подрастно с фиксацией, вдох, нога задняя прямая, выдох, вдох, правая рука внизу, левая вверху, выдох, вдох, развернулись, выдох, давайте поставим вот так вот, подмышечную впадину, вот сюда, правая рука, левая колено, хорошо, отлично, и теперь левая рука внизу, по пятку в пол, правая вверху, вдох, выдох, выдох, над головой, смотрим из-под плеча, вдох, из-под подмышки, выдох, от собой надо, правая нога, вдох, выдох, 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 вдох, выдох, колено в голове, вдох, выдох, шаг вперед, ребрышка на бедро, выдох, 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 левая рука вниз, правая вверх, вдох, выдох, желающие могут вот такую позу сделать, зацепиться рукой, левая, за колено, вдох, выдох, выдох, поменяли, левая пятка в пол, рука вверх, правая левая, вдох, выдох, над головой, посмотрели из-под плеча, вдох, выдох, хорошо, отшагнули назад, выдох, выдох, повисли, втянули живот, вдох, повисли, висим, расслабляемся, втягиваем живот, покачайте справа, влево, до, выдох, хорошо, подшагиваем или подпрыгиваем к рукам на ширину, на ширину рук, садимся, несколько втягиваний живота здесь, выдох, выдох, втянули живот, выдох, выдох, тянули живот, выдох, выдох, хорошо, ручки вверх, садимся, садимся, по времени, да, так, один комплекс мы не сделаем, ну ладно, второй раз, садимся, а то это затянет, вся, ну, мы, вот, завершающие несколько блоков, два блока завершающих, раз, вверх, выдох, статика, выдох, два, выдох, ягодички включили, выдох, таз толкаем вверх, вдох, выдох, выдох, вытягиваем ноги, пяточки остаются на месте, голова, колени, вдох, выдох, 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 лопатки включили, выдох, хорошо, таз вверх, вдох, таз пятком, выдох, колени вместе, и откатились назад, висим на плечах, вдох, выдох, 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 животом дышим, выдох, выдох, хорошо, садимся на копчик, ножки на весу, выпрямляем, или согнуты, дышим вдох, носочки на себя, от себя выдох, на себя вдох, выдох, на себя вдох, от себя выдох, на себя вдох, от себя выдох, на себя выдох, от себя выдох, легли на спинку, поясницу в пол, ноги, вот, показываю, висит, руки, пока не тянется к ногам, вдох, выдох, 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 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, выдох, и еще 6 вдох, опустили ножки, руками потянулись вверх, вдох, выдох, и еще потянулись вверх, вдох, головой, руками, угли, да, и еще потянулись вверх, руки в сторону, легли, ноги согнули, правую ножку вокруг левой, обернули, правая сверху, таз вправе, колени влево, лопатки на пол, колени слева, левая рука сверху, дышим, вдох, животом дышим, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, 4 вдох, расслабляемся с каждым выдохом, каждый выдох на волна расслабления, каждый вдох наполнение, и длинный выдох, хорошо, меняем, таз на место, левая нога сверху, закрутили, таз левее, таз опустили вниз, ой, колени опустили вправо, лопатки на полу, правая рука сверху, вдох, выдох, выдох, расслабились, выдох, 3 вдох, и еще больше мышц расслабили, позволили телу просто раскрутиться через расслабление, через расслабление, не пытаемся что-то силой сделать, расслабляемся, хорошо, поднимаем колени, ноги и руки вверх, ноги и руки вверх, спрячеваем, вверх, и теперь будет продолжить. Спасибо. еще стряхиваем сильнее стряхиваем упражнение капилляр капиллярное стряхивание хорошо остановились почувствуйте движение нога возьмите себя за коленочки за ножки прижмите к животу качайте справа влево хорошо голова коленя и вытянулись руки-ноги шавасана ложимся расслабляемся делаем 3 глубокий вдох и выдох глубокий вдох на вдохе наполняемся как будто надувная игрушка такая выдох отпускаем все лишнее точки опоры пусть стекает напряжение вдох выдох 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 вдох выдох отпускаем дыхание Спасибо. Спасибо. У кого есть возможность полежать по времени, можно еще полежать, глубоко расслабляясь. Остальное время я предлагаю закончить, я буду заканчивать. Надеюсь, мой голос слышно, потому что у меня мансардный этаж и сейчас прямо дождик приятно обаюкивает. Прямо хочется еще полежать в шаваса, не послушать. Таким образом мы развиваем телесную осознанность, наш первый уровень, сенсорику тела через движение, через дыхание. Хатха-йога – хороший помощник в этом. Хатха-йога – различные виды созерцательных техник, это называют медитацией. Медитация не отображает слово медитация смысл, истинный смысл процесса. Поэтому созерцание, памятование, как в йоговской традиции, памятование как в буддийской, это будет, наверное, лучше медитация в том смысле изначальном. Бедитация – латинское слово, такое размышление, способность это направлено мыслить. Тоже хорошая штука. Вот давайте минутку у нас есть посидеть, кто садится или лежа. Почувствуйте свою спину. У нас был акцент на позвоночник. Понятно, что все работало, все тело работает. Даже если в дисфункции большой палец, мизинец, какой-то палец на ноги, или просто он поставит за нозу, или просто что-то дисфункция маленькая, что-то маленькое у нас обрушивает весь паттерн движения, весь позвоночник. Поэтому в идеале йога-терапия для спины – это йога-терапия всей двигательной системы. Но если есть точечная задача, то опять же мы делаем акцент в практике на это место, поясницу. Если поясница – это обязательно живот и психоэмоциональное состояние. Это такая комплексная задача. И мы точечно действуем и в общем, общее состояние меняем. Ладно. Тишина. Улыбка. Задайте себе вопрос, как я себя сейчас чувствую. Какой сейчас у меня психоэмоциональный статус так называемый. Какое психическое состояние сейчас. Это следующий уровень осознанности, психоэмоциональная, эмоциональная осознанность. Осознавать свои эмоции. Немножечко уже не тема сегодняшняя, но кто у меня занимается, знает, что любое занятие включает в себя мои напоминания и небольшие такие практики. Медитация. Созерцание. Вот посозерцайте сейчас спину. Если есть проблемные участки, направьте туда внимание, направьте туда дыхание и подышите. или по всему позвоночнику вверх-вниз, по задней части вверх, замкнули, по передней части вниз до промежности. Или если есть какое-то место, мы его расширяем и дышим, расширяем, чуть расслабляем, расширяем. Вот таким образом, допустим, если это поясничка, или там шея, или что-то другое, и дышим туда, заполняя белым светом, таким синянием, чистой раной или ци, энергией, жизненной силой. Хорошо. Друзья, благодарю за внимание, за сегодняшнее занятие. Завтра мы продолжим уже с дыхательной системой, продышим комплекс подготовительный для пранаям, прановья яма. Я его освещал на канале, там полистайте прановья яма, определение есть. На следующей неделе займемся животиком. Будут несколько занятий, посвященных прямо, мы это уже делали, кто занимается, прямо удианам. Особенно это важно тем, у кого не освоено удиана, мы будем 100 удиан за утро делать. Если у кого есть сомнения или боли или какие-то диагнозы, то врач есть, с которым есть связь, пожалуйста, проконсультируйтесь, потому что если есть противопоказания, проконсультируйтесь со мной, если есть сомнения. Напишите просто в личку, там язвы и прочие штуки в открытой форме, конечно же, здесь недопустимо, иначе это может усугубиться. То есть острое состояние нужно убирать любыми путями. Давайте пожелаем счастья и избавления от страдания всем живым существам, включая нас. Представьте свой день, свои дела, действия, какие-то планы, может быть, у кого-то есть, и направьте наработанную энергию на вот это течение дня, на эти встречи, на действия, на какие-то задачи. Наполните в этой чистой энергией наработанной, не расплескивайте ее сразу же суетой и тороплением, куда-то спешкой. Попробуйте равномерно распределить энергию по дню и почувствуйте, как это влияет на эффективность выполняемых задач. Все, спасибо, махните рукой, кто был на линии, кто готов завершить, спасибо, вижу. У нас тут обратной связи нет, обратная связь через чат в канале, там можно написать что-нибудь, что получалось, что нет. Все, пока. Спасибо.